Всем привет! Сегодня выполним прошивку BIOS на китайской плате HONANG ZD3 с помощью программатора, чтобы потом с использованием таймингов произвести разгон оперативной памяти. Оставайтесь на канале Home Engineering. Приятного вам просмотра! Для начала разберите компьютер на части и уберите всё лишнее, так как данная процедура требует определенного порядка вещей при программировании. Скорее всего понадобится снять видеокарту или другие системные платы, которые будут ограничивать или мешать доступе к микросхеме BIOS. Также необходимо снять смос-батарейку, так как питание будет подаваться непосредственно с программатора. Чип BIOS опознать несложно, как правило это микросхема на 8 ног и какого-нибудь известного брендового производителя. Так у нас стоял WinBond 25Q64. Прошивку будем производить с помощью 341-го программатора, ссылочку на него я дам, заказан с китайского сайта. При его заказе дополнительно я выбрал прищепку, чтобы прошивку BIOS можно было производить внутрисхемно, без выпайки самого чипа. Данный программатор подходит для прошивки чипов данных E-Prom, а также для прошивки флеш-памяти для хранения BIOS. Чтобы не перепутать, в какую позицию установить в колодку шлейф, на самом шлейфе имеется красный провод, который обозначает первый контакт. А на обратной стороне самого программатора имеется схема подключения. Прищепка просто одевается сверху на микросхему BIOS. На некоторых материнских платах можно увидеть загорание светодиодов. Которая будет означать, что подается питание на чип BIOS, но это есть далеко не во всех материнских платах. Сам программатор подключается в USB-порт на втором компьютере, на который для корректной его работы необходимо устроить драйвера, и тогда в диспетчере устройств наш программатор отобразится следующим устройством. Как правило, программа и драйвера скачиваются одним архивом. Установка программы простая и не займет много времени. После чего на рабочем столе окажется ярлык микросхемы с маркировкой нашего программатора 341A. С первой попытки программа не захотела определить наш чип. Пытался я его даже выбрать вручную, нажимал detect, чтение, ничего это не помогло. На просторах интернета подсмотрел одно решение. Вернуть СМОЗ батарейку на место и подключить питание, чтобы на платеринской плате появилась дежурка. Теперь при нажатии detect наша программа выдает два варианта чипа. Она может ругаться, что по каким-то параметрам предлагаемые чипы не совпадают, но при этом процесс чтения начинается. Запаситесь терпением, процесс не быстрый. Сначала произойдет считывание, потом произойдет сравнение считанного файла с биосом, который записан на вашу микросхему. И только после этого можно говорить об успешном чтении биоса. Данный биос необходимо сохранить, это будет являться родным биосом вашей материнской платы. И понадобится в случае, если что-то пойдет не так, что всегда можно было вернуться на родную прошивку. Файл для прошивки я скачал непосредственно с общеизвестного сайта, выбрав вариант скачивания для программатора. К слову, способа для прошивки там два, ко второму мы вернемся чуть позже. Почему, объясню так же позже. Файл прошивки необходимо открыть, но сразу он не отображается, потому что имеет разрешение ROM, в отличие от стандартно принятых BIN и HEX. Поэтому выбрав все файлы, он отобразится. Открываем его. И нажимаем автопрограммирование. Программа все сделает за нас. Здесь также наберитесь терпением, вся прошивка займет порядка 10 минут. Программа все сделает. Если в какой-то момент вам покажется, что программа подзависла, обратите внимание на светодиод на самом программаторе. Он должен немножко подмаргивать. Это значит, что передача данных продолжается. По окончании прошивки всегда должен выйти транспарант, сообщающий о том, что прошивка завершена успешно. А сейчас объясню, почему мне понадобился второй способ прошивки. После прошивки данным BIOS, часть системных устройств материнской платы просто отвалилась. И попытки установить на них драйвера не привели к успеху. Это произошло из-за того, что версия прошивки BIOS была для следующей ревизии моей материнской платы ZD3 версии 2, а не версии 1, как у меня. Соответственно, мне понадобился другой BIOS. Для программатора для первой версии прошивка отсутствовала. Поэтому пришлось скачивать прошивку для варианта загрузки без программатора, то есть с помощью загрузочной флешки. Саму флешку необходимо подготовить к программой Rufus. Как это делается, у меня есть отдельное видео. Ссылочка всплывающего вы увидите сейчас в правом углу. Ну и здесь я повторю, уже может с меньшими комментариями. Смотрите за видео, и так все будет понятно. Для начала программой Rufus готовим флешку. Смотрите, какие галочки я выставил в программе. Затем содержимое следующей программы, называется она AFUDOS, необходимо скопировать на нашу созданную флешку. После чего флешку подключить к компьютеру и сделать его перезагрузку. Зайдя в BIOS, нажать загрузку с флеш-носителя. Раскладку выбрать английскую. Дальше необходимо написать команду AFUDOS. Название файла, желаемое абсолютно любое, какое вам нравится. Это будет файлик вашего родного BIOS, который нам понадобится для прошивки в исходное состояние. Так я его просто назвал back.rom. Дальше ставим слэш и о. Скачанный ранее файл прошивки необходимо разархивировать. И скопировать его на нашу флешку, но при этом надо точно запомнить его название. Затем опять загрузиться с флешки. Написать команду AFUDOS. Название файлика прошивки. ROM. Компания, которая корректировала BIOS, установила свой фирменный логотип. Порадовала корректная работа всех устройств. Все драйвера подходили и материнская плата полностью видела все устройства. Сейчас нужно немножко отмотать время назад и сделать небольшой ликбез. Так как мы собираемся разгонять оперативную память нашего компьютера. Материнское платье HONAN GX79ZD3. Четырехканальный интерфейс с двумя асимметричными каналами для подключения планок оперативной памяти. DDR3 регистровой с коррекцией ошибок. Изначально у меня стояло 4 планки по 4 гигабайта каждая. Оперативной памяти Samsung с радиаторами. Планки оперативной памяти были достаточно старенькими и к тому же еще шитыми. На частоту 1600 МГц. Хотя реально они были на частоту 1333 МГц. Что подтвердило опознавание чипов. Где на конце кодировки можно увидеть H9. Что согласно документации Samsung обозначает частоту 1333 МГц. Данные планки подверглись замене на более новые и большего объема. Также планки Samsung. 1600 МГц. 16 ГБ каждая. Проверка кодировок чипов подтвердила это. На конце можно увидеть K0. Что согласно документации обозначает частоту 1600 МГц. Я их заказал 4 штуки. В принципе планки все были идентичны. За исключение одной. Которая поддерживала питание как 1,35 В так и 1,5 В. Но это ни на что не влияло. Теперь кратенько о том что можно и нельзя при установке планок оперативной памяти. Если у вас всего 2 планки оперативной памяти установите их в один канал. Каналы сблоены и каждый канал имеет свой цвет. Как правило это зеленый и черный. Не устанавливайте 2 одинаковые планки рядом. Они должны быть в одноцветном канале. Но не как друг возле друга. Лучше всего устанавливать 4 планки. Так как интерфейс здесь четырехканальный. И скорость будет максимальной именно при установке 4 планок. Желательно одинаковых. Тест показал как возрастает частота. При одноканальном, двухканальном и четырехканальном режиме подключения нашей оперативной памяти. При стандартных таймингах 12-12-32 на частоте 1866 МГц. Кстати эти планки на 1600 МГц легко на ней стартанули. Без всяких танцев с бубном. Как поменять частоту я сейчас покажу. Есть два способа. Первый это во вкладке Чипсет выбрать Северный мост. И на вкладке DDR Speed выбрать нашу частоту 1866 МГц. После чего параметры сохранить, компьютер перезагрузить. Второй способ это во вкладке Advanced. В профиле оперативной памяти поменять с автоматического на мануал. И задать коэффициент 1867. Я попробовал все коэффициенты. Все работали кроме коэффициента 2133, что соответствует частоте 2133 МГц. На ней компьютер вообще не стартовал. В этой же вкладке мы будем менять тайминги. Я их сам не придумывал, а взял с проверенных таблиц. Но здесь нельзя сказать наверняка, какие из них вам подойдут. Начал я с самых допустимых минимальных таймингов 99926 для частоты 1600 МГц. Единственное расхождение с этой таблицей у меня было в показателе РФЦ. Но не хотел он никак запускаться на тех, которые они предлагали. Необходимо было его повышать. Я повышал, повышал и в итоге нормально работал только на стандартном 208. После изменения таймингов необходимо, согласно документации, все сохранить и выключить компьютер кнопкой. Все очень было даже неплохо по показателям чтения, записи, копирования, задержки. Но в тесте на стабильность у меня появился синий экран. Это значит, что система нестабильна и с такими таймингами перегревается. Дальше я проверил много таймингов. И стандартные 12 12 32, 11 11 32, 10 10 28, 9 9 26, которые уже до этого показали нестабильную работу. Все я их проверил на стабильность работы. В принципе, кроме 9 9 26, все тайминги были рабочими. Проверки, тесте на стабильность выдерживали более 5 часов. И при этом никаких синих экранов не было. Поэтому я остановился на выборе 10 10 28, так как наиболее это выигрышные тайминги с меньшими задержками. Также у меня здесь хорошо работало тока с показателем RFC 208. Кстати, он является стандартным показателем, согласно таблице стандартных таймингов, для частоты 1600 МГц при объеме одного чипа памяти в 4 ГБ. Еще на этом биосе я проверил режим сна. Согласно описанию, выбрав эту вкладку в настройках биоса, можно получить рабочий сон. Ну что ж, я проверил. Нажал переход в спящий режим. После чего нажал на клавиатуре пробел. Компьютер многократно пытался включиться. Наблюдалась какая-то цикличность, но при этом так он и не вышел из него. Это говорит о том, что в принципе для этих китайских плат почти нигде нет рабочих режимов сна. Поэтому рекомендую лучше его отключить, потому что непонятное поведение при засыпании компьютера. Однозначно останавливаются программы, однозначно непонятно сохранятся данные, поэтому я у себя его полностью отключил именно через биос. Еще одним моментом я заморочился. Тем, что у меня процессор неразгонный E5 2650 версии 2. Но некоторые рекомендуют, если управление питанием, поменять лимиты с нулей на 255, то процессор начинает постоянно работать на высокой частоте. Но тут мне работа его не понравилась. Показалось, что все время он какой-то нагруженный. Поэтому я все здесь лимиты вернул на нули. И мне больше нравится, когда компьютер сам определяет, какое ему ядро загрузить и какое выбрать. Ну, собственно, на этом и все. Не забудьте собрать компьютер в обратной последовательности. Постарался бы вам быть полезным. Ставьте лайки и подписывайтесь. С меня много интересного.